И в продолжение темы. Нынешних выпускников, вероятно, ожидают серьезные изменения в системе высшего образования. В России разработают уникальный подход к вузовской системе. Об этом заявил глава Министерства образования и науки Валерий Фольков, что подразумевает отказ от европейской и баллонской системы образования. По мнению министерства, с переходом на нее исчезло указание на конкретную квалификацию, что создало определенные трудности на рынке труда. В Минпросвещении также объявили о готовности запустить переходную программу. Какие перемены ждут высшее образование в тверских вузах, расскажем в следующем материале. На сегодняшний день выпускник, например, филфака, отучившись 4 года, получит в дипломе такую формулировку, как бакалавр филологии, преодолев еще два года обучения магистр филологии. Или же истории, если он вдруг решит сменить профессию, что позволяет европейская система. Аспирант ВГУ Артем Денисов говорит, что после обучения на кафедре международных отношений задумывался, а не подать ли документы в магистратуру на политологию. После бакалавриата, на самом деле, я еще до конца не понимал, куда я хочу. Бакалавриате, ты можешь пойти на одну специальность в магистратуру, ты можешь пойти на другую. Но у меня так сложилось то, что я пошел по единому пути, но в аспирантуру, в ту же самую, я поступил на другую. В новом образце дипломов нет квалификации, как это было прежде. Раньше выпускник филфака значился как учитель русского языка и литературы. Безусловно, возможность исправить ошибку молодости и поменять направление деятельности студенты считают плюсом. Но есть в этом и минусы, считает студентка бакалавриата Анастасия. Она планирует дальше обучение магистратуре. Но только не на филологии, как сейчас, а на журналистике. Минусы, наверное, то, что ты теряешь 4 года и потом тебе все-таки приходится осваивать, если ты хочешь новую специальность, как я, например, журналист. Тебе придется за 2 года ускоренный курс проходить и, скорее всего, ты получишь меньше информации, чем за 4 года. Минпросвещение России считает, что система образования должна быть уникальной, в основе которой должны лежать интересы национальной экономики. А потому вузы должны быть нацелены на подготовку квалифицированных специалистов, которых есть потребность, для чего необходимы свои программы. Например, как альтернатива баллонской системе программа 2 плюс 2 плюс 2, о которой недавно говорил президент, рассказывает про ректор ТВГУ Наталья Сердитова. Это проявление индивидуальности собственной студента. И мы поэтому сегодня говорим о том, что в университетах внедряются индивидуальные образовательные траектории. А второй важный момент – это развитие технологий. И развитие технологий сейчас происходит настолько бурно, поэтому подстроить каждую программу к современному рынку труда – это достаточно большая сейчас проблема. Однако работа активно ведется. Но опять же, переход на новую программу – дело не одного года. Пока Минпросвещение считает, что вузы нужно перевести на традиционный специалитет. Министерство подготовило программу «Ядро высшего педагогического образования». Возможно, ее запустят с началом учебного года. Напомню, что 2020 год баллонская система объединила 48 стран. Россия просоединилась к ней в 2003 году.